Анатомия газообменных систем. Началось все с рыб, а у них кроме жаба важнейшей газообменной системой является, конечно же, поверхность темы. Дело в том, что покрова рыбы находится в контакте с водой? Прости. А что отделяет покрова рыбы от воды? Слизь. Хорошо. А сквозь слизь диффузия может быть? Ну и какие проблемы? Беру рыбу, порезал пополам. Значит, в воде концентрация кислорода высокая. Клетка в тело концентрация кислорода упала. Куда же делся кислород? Клетки использовали кислород для получения ныр. В результате здесь кислорода много, здесь кислорода мало. Так, слой слизи нетребятствует депутат. Что начнется? Все, например, кислород сам вошел. Кроме внешних покровов, разумеется, внутренняя стенка в локте, ртовой полости, но они же у рыб в контакте не с смертельным полком, но с водой. То есть все нормально. То есть через эти системы вполне кровяной вступ, кислород может вступать. Хорошо. Теперь, а почему все-таки жабра для отрыва? Почти во всех случаях важнее кожного дыхания. Есть исключения, но это очень редко случайно. Так, ну, все время вы, все время вы. Кто-нибудь, ну, почему жабра для рыб важнее кожного дыхания? Так, народ, это неинтересная игра. Вам за минуту не скучно? Сидите, сидите, а в игре не участвуйте. Прошу. Как сложно больше поверхностей? Разумеется, у жабр, вот так же как у нас гигантская внутренняя поверхность клювки, так же у рыб. Поверхность кровеносных капилляров жабр в сотни раз больше, чем площадь поверхности клювки. Ну, и понятно, что через них за счет диффузии можно получить намного больше кислорода. Исключение, про которое я сказал. Дело в том, что у большинства рыб на коже есть защитное образование, называют чешуи. А чешуи – это тонкие костяные пластинки. А вот даже через тонкую костяную пластинку диффузию можно отрывать? Нет, не будет. Даже чешуи не просто мешают, а улучши не мешают по-кровному назову. Так? А назовите каких-нибудь таких рыб, которые в нашу школу входят, в центральной России. Так? Которые были бы голые, ели, без чешуи. Жирянка. Еще раз. Жирянка. Жирянка – классная рыба. Ага, в центральной России жирянки – это рыба, да? Байкал – это центральная Россия. Я вас поздравляю, да? Вообще-то это называется Сибирь. Ага. Прошу. В немоги, в нем нет. Угри, самы, налима. У всех этих рыб, чешуи нет вообще на эту церковь. В результате, что умеют делать угри? А угли могут по суше переползать из одного удоема в другую. Вполне себе. Значит, жаперные крышки при этом плотно закрывают, чтобы не пересохли жаперные лепестки. Значит, во время движения по суше могут дышать только через кожу, но двигаться будут только ночью. Почему? Холоднее. Почему ночью ближе к утру? Потому что ночью холоднее, чем ночью. Разумеется. Роса. Когда выпадает? На рассвете. На рассвете. Самая низкая температура и водяные пары не могут испаряться. Они выпадают в виде конденсации. Вот в это время высохнуть можно или нет? Если точка росы высохнет физически, так что в это время как раз они переползают. Хорошо.